Привет, это база. Я Анатолий Сулейманов. А там, за забором центрального офиса ЛДПР, Владимир Жириновский. Вернее, его бронзовый памятник, который лидер российских либерал-демократов торжественно установил себе при жизни в Москве. Тогда многие возмутились, мол, неправильно, когда чиновник сам себе ставит памятники. Теперь же, после смерти лидера ЛДПР, соратники Жириновского предлагают не только устанавливать памятники в его честь, но и переименовывать улицы в разных российских городах. Мы тут в базе выяснили, что пока ЛДПР пытается приумножить и сохранить память о Жириновском, переименовывая бульвары и лепя новые скульптуры, его старший сын, Игорь Лебедев, наоборот, всеми силами открещивается от связи с отцом. Лебедев буквально создал себе новую личность, изменил имя, отчество, взял иностранную фамилию Гарсия и залег на дно. Он даже не приехал на похороны своего отца, прислав вместо себя траурный венок с текстом «Давай помиримся». Почему Игорь Лебедев отказался от своего отчества? Почему поссорился с отцом Владимиром Жириновским? Ради чего пытается обнулить репутацию? Это все в новом выпуске «База». Есть два позитивных момента и два отрицательных. Начнем с хорошего. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти! Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный! С Игорем Лебедевым мы в базе знакомы давно. Первое наше расследование о нем вышло в 2019-м. Это не значит, что к нему не было вопросов ранее. Просто база появилась как раз в 2019-м. Тогда Лебедев занимал должность вице-спикера Госдумы. И мы нашли у него виллы, отели, а также бизнес за границей. Но об этом позже. Политическая карьера Лебедева с юношества катилась как под горку. Игорек, иди сюда, дорогой, иди. Игорек, сын. Старается во всем помогать отцу и походить на него. В Госдуме Игорь Лебедев работал уже с 22-х лет. В 94-м начинал с помощника депутата. Как думаете, кому он помогал? Правильно, своему отцу. За несколько лет дорос до советника министра труда и соцразвития. В 2000-м стал уже депутатом и кочевал по созывам аж до 2021-го. Последние 10 лет службы с 2011-го по 2021-й был еще и вице-спикером Госдумы. Эта должность ему также досталась от отца. Во-первых, вся наша работа, она сводится именно для того, чтобы сделать нашу деятельность открытой и прозрачной именно для избирателя. В итоге у Лебедева больше 20 лет успешной карьеры во власти. Несмотря на молодой возраст, Лебедеву 50-й, его можно назвать ветераном российской политики. Чтобы наглядно показать, насколько это много и какой тогда была Россия, вот такой. Я просто обязан обратиться к вам, к своим согражданам, с просьбой исполнить ваш конституционный долг и назвать имя президента новой России. Но в результате у него все внезапно оборвалось в один момент. У Лебедева. В июне 2021-го он неожиданно объявил, что не пойдет на выборы депутатов нового созыва, хотя ему вообще ничего не мешало избраться на очередной, новый срок. На своей странице в ныне запрещенном фейсбуке сын Жириновского тогда написал, что это было решение достаточно обдуманным и нужно двигаться дальше. Не забыл Лебедев сказать спасибо и своему отцу, отметив, что только благодаря Владимиру Жириновскому он стал тем, кем стал. Сам же глава ЛДПР уход сына комментировал крайне неохотно. Мы расстались по договоренности, по согласию. Никаких проблем у нас нету. И, так сказать, просим эту тему тоже не поднимать. Никаких проблем. Он никуда не уходит. Но он имеет право заняться чем-то другим. Для России очень несвойственно, когда политики оставляют власть добровольной. Обычно их или вынуждают уйти, пригрозив компроматом, или сажают, или они умирают. Игорю Лебедеву наверняка завидовали все те молодые люди, которые в итоге стали депутатами ЛДПР, сделав карьеру в партии через бассейн своего Лиза. Ведь сыну Жириновского не нужно было конкурировать за место в довольно специфичном для ЛДПР условиях партийной борьбы. Тем более странно, когда сын успешного отца просто берет и сам уходит из этого манящего, большого серого здания с надписью «Государственная дума». В чем причина? Мы задали этот вопрос бывшим коллегам Лебедева по ЛДПРовскому цеху. И их ответы звучали так, будто зачитывались по методичке. Год назад он написал, что он политическую свою деятельность прекратил. В фейсбуке есть его пол до сих пор, но этот вопрос корректно было бы задать ему. Разумеется, у нас есть телефон Игоря Лебедева, и мы даже по нему много раз звонили. Честно. Вот только абонент вне зоны. Неужели бывший вице-спикер Госдумы поменял симку? В России сим-карты оформляются на паспорта. И тут мы выяснили, что летом 2021 документы Игоря Лебедева появились в базе данных недействительных паспортов МВД. Проще говоря, он их поменял. И получил другие документы с измененными ФИО. Новый паспорт сыну Жириновского вручили всего через 10 дней после его заявления об уходе из политики. Итак, Лебедева Игоря Владимировича больше нет. Вместо него есть Гарсия Давид Александрович. Интересно, а вот Жириновский, главный оракул в нашей российской политике, предсказавший вообще все, как Симпсоны, в том числе и вот эту вот спецоперацию на Украине, он вообще мог предсказать, что его сын Игорь когда-нибудь станет Давидом Гарсией. И даже от отчества откажется. В нашем распоряжении оказалась выписка из системы «Российский паспорт», через которую мы и подтвердили полную смену Лебедевым фамилии, имени и отчества. Имя Давид, которое взял себе сын Жириновского, имеет древние еврейские корни. В переводе с иврита означает «любимый» или «любимец». Судя по карьерным успехам Игоря Лебедева, возможно, он действительно был любимцем своего отца, но мы не знаем, чем руководствовался наш герой и почему решил назваться именно Давидом. Кстати, привет всем Давидам, которые нас сейчас смотрят. А вот передать привет в России людям с фамилией Гарсия намного сложнее. Такая фамилия характерна больше для жителей Португалии, Америки, Филиппин или Испании. Но никак не для простого русского депутата. Кстати, а что если, к примеру, Лебедеву последуют все другие члены ЛДПР, типа там поменяют свои ФИО на испанский? Их партийные заседания, наверное, будут выглядеть вот как-то вот так. Так почему же Лебедев выбрал испанскую фамилию Гарсия? Помните, в начале ролика я говорил, что мы в базе уже делали расследование про вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Элитная недвижимость и бизнес, который мы нашли у него за рубежом, были как раз в Испании. Вообще, стоит признать, что из сына Жириновского получился такой типичный российский политик. Обычно наши чиновники любят жить на роскошных виллах, летать на частных самолетах и выходить в море на больших яхтах. Так вот, Лебедев тоже все это любил. Я ему объясняю, что лучшая любимая профессия. Уже заработать год-два, а потом заниматься любимым делом всю жизнь, это так противно. Хорошо, когда приятное можно совместить с полезным. Так, в 2007 в испанском муниципалитете Альтеа на мать Игоря Лебедева, Галину Лебедеву, была зарегистрирована компания по управлению недвижимостью – Go Evolution International 21 SL. По документам на эту компанию были оформлены апартаменты площадью 133 квадрата в элитном ЖК Вилла Гадеа. Бассейны, пальмы и лазурные пляжи Средиземного моря. Райский отдых. Кстати, считается, что Игорь Лебедев унаследовал фамилию матери осознанно. Якобы родители переживали, что фамилия Жириновский могла помешать их сыну строить карьеру. Не поняли, да? Это Россия! Но вернемся в 2007-й. Недвижимость в Испании Галина Лебедева со временем передала друзьям своего сына – Сергею Чалышеву и Даниилу Бондарю. Бондарь – режиссер-документалист, владелец студии «Фенартгрупп». Для ЛДПР он размещал рекламные информационные материалы и поднял на этом почти миллиард рублей. Чалышев же руководил в аппарате Госдумы секретариатом Игоря Лебедева. Позже кореша сына Жириновского начали управлять и другой недвижимостью у моря – компанией «Инаугурал СЛ», за которой числились вилла, а также квадратов на 800 участок. Помимо друзей у сына Жириновского был еще один, очень близкий ему человек, из-за которого Игорь Лебедев постоянно и неоднократно попадал в скандалы. Его тайная жена – бывшая баскетболистка Надежда Гришаева. Надежда – дочь известного российского баскетболиста, мастера спорта СССР международного класса Сергея Гришаева. Как и Игорь Лебедев, она тоже пошла по стопам своего отца. Надежда выступала за женскую баскетбольную команду «Динамо» и за национальную сборную России. В составе национальной сборной ездила на летнюю Олимпиаду в Лондон 2012. Мы сейчас находимся возле спортивного комплекса «Баскетхолл Москва». Можно сказать, именно здесь Гришаева пробивала себе дорогу к вершине спортивного Олимпа. Где и при каких обстоятельствах Игорь Лебедев познакомился с Надеждой Гришаевой, мы не знаем. Возможно, увидел по телевизору. В 2014-м спортсменка приходила на шоу «Давай поженимся», искала себе спутника жизни. Ну и как-то разоткровенничалась, вспомнив, что в 19 лет потеряла голову от 49-летнего испанца. Надежда влюбилась в чужого мужа. Так долго ждала развода, что за это время успела его разлюбить. А где он жил? В Испании. Ну, русский, да? Он испанский был. Значит, любишь горячих парней. В 2018-м, спустя 4 года после эфира этого шоу, в горячей Испании Игорь Лебедев передал Надежде Гришаевой целый гостиничный бизнес. Точнее, передала мать Лебедева. Девушка стала собственником отеля на Ибице, а еще через полгода возглавила компанию Hotels Europe Marcello Invest S, сфера деятельности которой также управление недвижимостью. Я же не знаю, может, я буду где-нибудь не в спорте, а в других местах, в которых моя репутация будет очень важна. С чего бы такие щедрые подгоны? Любовь – это одно, но передача активов уже совсем другое. Но у Лебедева и Гришаевой был не просто роман. По нашей информации, в августе 2016-го пара зарегистрировала брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Почти сразу же у молодоженов родилась дочь, а спустя несколько лет – сын. Причем родители назвали именами своих детей пару своих испанских фер. Я обогнал Зюганова по внукам. У него 8, у меня уже 9. И догоню вашего Кобзона. У него 10, у меня будет 11. Откуда у вас тут? Как откуда? А что, для этого нужно иметь, что, 4 у него уже? Вы ничего не знаете, так сказать. Так что не надо вы. В ФСБ напишите запрос, вам ответят. Все в чужие кошельки лезут, в чужие кровати лезут, в чужие желудки лезут. Я сказал, 9! В пресс-службе ЛДПР брак между сыном Жириновского и Гришаевой в 2019-м отрицали. Почему? Да потому что за это могло всем прилететь по шару. По закону супругам депутатов, да и самим депутатам Госдумы, а Игорь Лебедев тогда был и депутатом, и вице-спикером, запрещено владеть любыми иностранными финансовыми инструментами. Та самая фирма Гришаевой, на которую оформлен отель на Ибице, как раз именно такой финансовый инструмент. Более того, депутаты также обязаны указывать в декларациях имущество и доходы своих супругов. Они там, конечно, врут на пропалую, но правило жесткое, хоть и формальное. Так вот, в 2017-м Игорь Лебедев в декларации свою жену не упомянул. Но доказательства тесных семейных связей экс-баскетболистки с семьей Жириновских при желании можно найти даже в интернете. Вот запрещенный инстаграм матери Гришаевой. В графе «био» она хвастается «сватья Владимира Жириновского». Или вот, сам Лебедев на своих страницах в соцсетях неоднократно выкладывал совместные фото с Гришаевой. А летом 2017-го, правда, просто так в интернете эту информацию вы не найдете, Гришаева учредила компанию «Дестине», которая занималась сдачей машин в аренду. Уже через полгода, в январе 2018-го, она передала компанию матери Игоря Лебедева. Это, видимо, такой кэшбэк свекрухи за испанские виллы и гостиницы. О фирмах Лебедева и Гришаевой, об их браке мы подробно писали еще в 2019-м. Расследование базы тогда подхватили многие СМИ и это обсуждали. И, по идее, на фоне поднявшейся шумихи, парламент и генпрокуратура должны были организовать проверку Лебедева. Да только шиш. Не поняли, да? Это Россия! Но на этом история не закончилась. Всего через месяц после нашего расследования Лебедев развелся с несуществующей женой Гришаевой. База узнала тогда, что брак официально расторгли 20 марта 2019-го года. Теперь вице-спикер Госдумы и экс-баскетболистка могли честно говорить о том, что они не женаты. Повлияло ли это как-то на испанскую недвижимость и бизнес? Нет, абсолютно. За девушкой остались все прежние активы. Но, пожалуй, изменилось одно. Гришаева и Лебедева, видимо, всерьез тогда задумались о переезде из России. В октябре 2020-го, спустя почти год после развода, в американском штате Флорида появляется компания Sport International Group Regional. Это филиал одноименного американского агентства, который помогает спортсменам развивать карьеру и получать выгодные контракты. Его зарегистрировал Борис Лельчицкий, спортивный агент и тренер по женскому баскетболу. Здесь же и Надежда Гришаева. Она управляющая филиалом. Но информация о ней есть только в учредительных документах. На самом сайте о Гришаевой ни слова. Получается, бывшая жена вице-спикера Госдумы, у которой есть бизнес в Испании, начинает заниматься делами в Америке, в штате Флорида. По удивительному стечению обстоятельств, именно Флориду очень любит Игорь Лебедев. Настолько любит, что однажды пострадал от этой своей страсти. В 2018-м, во время региональной недели в Госдуме, период, когда депутаты должны ехать в свои родные регионы и встречаться с избирателями, Лебедев рванул в Майами и запостил оттуда пару фоточек. Одну из них позже прокомментил единоросс Сергей Неверов, отметив, что Майами — это не совсем российский регион. Не дискредитировать депутатский корпус, лишний раз делать ссылки на зарплату депутатов. Народ забывает, а мы поднимаем тему. Это не нужно делать. Не мы себе назначаем зарплату, как голодомор. Не мы сделали, а американцы нам сделали. Специально, чтобы нас поставить в труднейшее положение. Так и здесь. Возможно, просторы Майами-Бич Лебедева просто роднее берегов подмосковной Клязьбы. Потому что в ней практически он и не купался. А вот за границу ездил регулярно, с рождения. В любом случае, мы предполагаем, что баскетболистка Гришаева пыталась получить гражданство США. В тот момент она как раз сотрудничала с адвокатом Натальей Полухтиной. Полухтина помогает людям получить вид на жительство в Штатах. А после и американское гражданство. Через инвестиции в экономику страны. Портал USA One писал о ней так. В прошлом журналист и литературовед с дипломом МГУ, а сейчас лицензированный миграционный адвокат. Наталья считает, что у нее лучшая в мире профессия — помогать людям жить там, где им хочется. А не там, где случилось родиться. Незадолго до того, как Надежда Гришаева занялась бизнесом во Флориде, а Игорь Лебедев начал кататься в Майами, прогуливая работу, по Госдуме поползли слухи. Отношения между Владимиром Жириновским и его старшим сыном испортились. Наши источники в ЛДПР рассказывали, что в 2019-м Жириновский задумался о преемнике. Но довольно быстро понял, что передав все полноводия сыну, он рискует развалить партию. Да и медиа-имидж у Лебедева был так себе. В отличие от отца, Игорь не обладал политическим чутьем. У сына Жириновского была удивительная способность попадать в новые скандалы. Посмотрите на это. Маленькая девочка, у которой нет рук, ест и дубил. Лебедев прокомментировал ролик так. Зачем таким детям разрешают появляться на свет? Ведь современная медицина определяет патологию заранее. В итоге на сына Жириновского рухнул шквал критики. Приносить извинения он сначала отказывался, потом пообещал установить девочке пандус у подъезда. Но в итоге все же извинился перед семьей ребенка. Обязательно готовлю Лебедев, зампредседателя Госдумы, все пять председателей комитетов. Это Жигарев, Дегтярев, Нилов, Детенко и так далее. Внутри ЛДПР репутация у Игоря Лебедева была не очень хорошая. Считалось, что он использует партию для личного обогащения. Ну надо же. Вероятно, и Жириновский не жил на Госдумовскую зарплату. Но Жириновский всегда так грамотно отмазывался, что у его политических оппонентов челюсть выпадала. Чем вы занимаетесь? Депутат. А чем деньги на жизнь зарабатываете? Пишу статейки, романы. В марте 2020-го сына Жириновского заподозрили в хищении денег у молодежных организаций своей же партии. Но в итоге отмазали. Обвинение по 159-й мошеннической статье предъявили не Лебедеву, а двум рядовым сотрудникам аппарата ЛДПР. Как писали СМИ, эти сотрудники постоянно требовали очной ставки с сыном Жириновского. И утверждали, что похищенные деньги тратились по его указанию. Сам Лебедев от всех ставок отказался, тупо прикрывшись депутатской неприкосновенностью. Собеседники базы утверждают, что разногласия между Лебедевым и Жириновским были не только из-за денег. Все серьезнее. У отца и сына был слишком разный взгляд на будущее партии. Например, Лебедев выступал против повышения по службе Василия Власова, которого в марте 2021-го назначили первым замруководителя фракции ЛДПР. Власову 26 лет. Игорь Лебедев, видимо, понимал, что отец выглядит глупо, назначая на такой большой партийный пост какого-то очередного мальчика из своего бассейна. Лебедев безуспешно пытался оспорить это решение, но Жириновский поступил по-своему. Впрочем, сам Власов конфликт отрицает. Это, еще раз подчеркиваю, против конкурентов, которые хотят выставить какую-то политическую причину, придумать того, что Игорь Владимирович не стал депутатом в этом состоянии, а начал заниматься своими проектами и делами. Здесь выдумывать никаких политических причин не надо, их просто нет. И вот теперь уже не Лебедев Игорь Владимирович, а Гарсия Давид Александрович пытается жить новую жизнь, отказавшись от имени, фамилии и отчества. Но для чего он это сделал? Одна из возможных причин – любовь своей женщины к испанцам. Ну и те самые активы в Испании. Для этой страны такой человек, как Давид Гарсия, сможет легко затеряться среди сотен других Гарсий. Второе объяснение санкции. В 2014-м Евросоюз внес Лебедева в расстрельные списки за проект закона о присоединении Крыма к России. С того момента вице-спикеру Госдумы запретили въезд в Европу. Возможно, сменив ФИО, Лебедев хотел обойти эти запреты. Такая практика довольно распространена среди людей, которые занимали в стране большие посты, а потом попытались избежать преследования. Вот, например, бывший премьер Киргизии Даниил Русенов. После революции в 2010-м сбежал в Белоруссию и стал называться там Даниил Мурицким. И возглавил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Единственная проблема этих надежных, как швейцарские, часы планов по обнулению бэкграунда в том, что людей можно легко рассекретить. Да и тех же европейских пограничников просто так не обманешь. Если, допустим, Лебедев поменял ФИО, чтобы посещать Европу, ему недостаточно просто показать на границе паспорт с другим именем. Можно будет пройти проверку по базам, по базам отпечатков пальцев, по камере распознавания лиц. Правда, есть вариант проскочить в ЕС с паспортом другого государства. И если проверка на пограничном посту не будет тщательной, подмену могут и не заметить. Кстати, а что там бывшая жена Лебедева Надежда Гришаева? Примерно за месяц до того, как сын Жириновского сменил паспорт, в СМИ появилась информация, что экс-баскетболистка вышла замуж за неизвестного бизнесмена. И это точно не вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев несколько раз прописал журналист Комсомольской правды один и тот же тезис в своем материале. Спасибо, коллега. А кто? По данным источников базы, мужу Гришаевой, если и появился, то брак регистрировали за границей. Никаких записей о регистрации брака в России нет. Но учитывая, что за бывшей спортсменкой по-прежнему остаются все те активы в Испании, не исключено, что у ее нового супруга какая-нибудь распространенная испанская фамилия, типа Гарсия. И, возможно, живут сейчас молодожены где-нибудь на берегу Средиземного моря, а вместе с ними и их дети, которым в 2021 году поменяли отчество на Давидович и Давидовна. А про что эта история? Для кого-то про предательство отца и родины. Для кого-то история из-за разряда «А-а-а, вот они, дети элитки, зовут нас светлое будущее на борьбу с западом, а сами чуть что сматываются туда, на запад». Для меня это история про свой вайб. Вот смотрите, 28 лет Лебедев был в ЛДПР. Он видел, как принимались решения, понимал логику этих решений. Он прекрасно знал, что ЛДПР по сути партия одного человека, Владимира Вольфовича Жириновского. Без него эта партия ничего не стоит и ничего не значит. Либерально-демократическая. Да только за это словосочетание может сейчас в России срок схлопотать. Какая там идеология у либерально-демократической партии России? Мы за русских, мы за бедных? Фигня. Единственный козырь ЛДПР – это способность Жириновского сжечь напалмом перед очередными выборами. Он единственный в стране мог отжечь, обругать Единую Россию и даже Путина. Но осторожно. Ему это позволяли. Потому что говорить Жириновский мог что угодно, а делал только так, как говорила администрация президента. «Никто не признал никакого выбора! Позор вам, Единой России и всей вашей власти! Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Но Лебедев видел, что здоровье отца все хуже, и после его смерти самого Лебедева в партии уже никто не прикроет. Да и на что будет похожа партия? Вот ее возглавил сейчас Леонид Слуцкий. Да вы его от единороса не отличите. Зажигать, как Жириновский, он никогда не сможет, даже если очень захочет. Так уже сейчас вообще никто не сможет, даже если в администрации президента захотели бы создать клон Владимира Вольфовича по требу публики. Потому что Жириновский как политик вырос в 90-х в атмосфере полного бардака и полной политической свободы. А терпеть вот этих пацанят из бассейна или того же Слуцкого, когда у тебя есть отель и недвижка в Испании, или есть возможность уехать в Майами? Ради чего? Ради вот этих лиц в телевизоре, которые говорят, а где вы были последние 8 лет? Так а где вы были последние 20 лет? Где идеология в стране? Вперед Россия, это не идеология, если что, это просто футбольная кричалка. А какая идеология была все эти годы у элиты и ее детишек? Хапнуть больше и вывести потом в офшоры миллиарды, но не вкладывать в родину. Ну вот Лебедевы действуют в рамках этой идеологии. Или что-то сейчас поменялось? А, типа спецоперация? А может просто любимые офшоры плотно прикрыли? Это База. Подписывайтесь на наш YouTube, если еще этого не сделали, а еще обязательно подпишитесь на крутейший телеграм-канал Базы. У нас там быстрые новости и эксклюзивная инфа. Выглядит он вот так. На аватарке Ёж. В подписчиках почти 700 тысяч человек. Именно там несколько дней назад мы опубликовали это расследование про сына Жириновского. Ссылки на наш телеграм-канал и на расследование в описании. Вы знаете, что делать. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok